Библейский портал экзегет.ру представляет Первая глава книги «Иудифи» Я читаю синодальный, традиционный наш перевод, потому что такого интересного нового не нашел для библейского портала «Экзегет». Вот эта книга довольно интересная, при этом с ней всегда возникают проблемы. Давайте я прочитаю первый стих, чтобы вы уже поняли, какие эти проблемы. В XII год царствования Навуходоносора, царствовавшего над Ассирийными в великом городе Ниневии, во дне Арфаксада, который царствовал над медианами в Викботанах, представим себе, что мы читаем книгу, где рассказывается, как Наполеон Бонапарт был в Москве генеральным секретарем ЦК КПСС. Что-то не то, правда? Что-то перепутали. Наполеон был в Москве, это правда. Но в совершенно другое время, и другое государство тогда было в России. Проблема в том, что Навуходоносор был царем Вавилонским, прекрасно известный, как и Наполеон. Книг Даниила про него довольно подробно повествует. А сирийцы – это предшествующая империя. И Ниневия, их столица была разрушена к тому моменту, когда правил Навуходоносор. То есть это еще более яркий анахронизм, чем Наполеон в качестве генерального секретаря ЦК КПСС. Другая страна, другое время. Но еще и разрушен этот город к тому моменту, когда живет Навуходоносор. Вот странная вещь. И надо сказать, что довольно много людей этого не замечают. Ну, потому что Ассирия, Вавилон или Медиана. Медиана – это персо-медийская империя, которая пришла уже на смену Вавилонской. То есть тут еще и Наполеон воюет, условно говоря, с Гитлером, то есть со следующим завоевателем, который с ним никак не совпадает по времени. Это все более-менее одно. И вы знаете, может быть, конечно, автор книги Юзиффи не был таким академиком Фоменко, который сказал, что никакой разницы между всеми этими историческими персонажами нет, это все перепутали. И не то, что он сам все перепутал, был таким двоечником по истории. Хотя и так бывает, но мне хочется хорошо думать об авторе книги Юзиффи. Мы не знаем абсолютно, кто он такой, когда была книга написана, на каком языке. Дошла до нас по-гречески. Но можно задуматься о том, что он дает некоторый такой собирательный портрет империи. Жестокой мировой империи, где Наполеон, не важно, там, Гитлер, кто-то еще. Это вот такие жестокие завоеватели, которые стремятся захватить все страны. И не очень важно конкретный век, конкретный город, конкретная ситуация, потому что все правда очень похоже. Вот мы сейчас занимаемся не историческим анализом, говорит автор книги Юзиффи, мы говорим о какой-то другой истории. И с самого начала нам становится понятно, что это притча. Но это не могло произойти. Там есть другие несуразности, географические, когда какие-то огромные расстояния преодолевают войско за три дня. И, опять-таки, можно сказать, ну, это, знаете, такой выдумщик, который, как дети маленькие, сочиняют там истории, да, и у них там все спуталось. Но я думаю, что скорее это сознательный литературный прием. Да, вот построить некоторый такой идеальный мир. Мир — игра престолов. Вот что это такое. То есть некий мир, в котором происходят вещи, которые вообще-то происходят в мире, да, но этого мира нет. Этот мир, он выдуман. Он позволяет рассказать о людях, об их отношениях, о том, как в этом мире все устроено, но не заморачивается исторической правдоподобностью. Итак, 12-й год царствования Навуходоносора, царствовавший над Ассирийным и Великом городе Ниневи, во дне Арфаксада, который царствовал в Медианам и Викботанах, ну, это Персидская империя, соответственно, и построил вокруг Викботан стены истесанных камней шириной в три локтя, а длиной в шесть локтей, сделал высоту стен в 70, а ширину в 50 локтей, какие-то очень мощные укрепления, и поставил над воротами башни во 100 локтей, имевшие в основании до 60 локтей ширины, а ворота, построенные им для выхода сильных войск, его и для строя в пехоту, его поднимались в высоту на 70 локтей, а в ширину имели 40 локтей. Локти — это вот 45 сантиметров в среднем, да, но сегодня люди чуть выше, поэтому в древности локти были чуть короче, чем вот мы начнем мерить своими, но мы представляем себе, да, значит, если у нас тут высота 70 локтей, это где-то 30 метров, и 40 локтей — это где-то 15 метров в ширину, это мощнейшие сооружения. В те дни царь Навуходоносор предпринял войну против царя Арфаксада на Великой равнине, которая в пределах Рогава. Почему он с ним решил воевать? Казалось бы, самое неудачное время, когда тот закончил строительство величайших в истории укреплений вокруг своей столицы, да, но мне кажется, это вот такая история про крутых мужиков, которые вот делят сферы влияния, нападают друг на друга там, строят великие укрепления, собирают какие-то огромные воинства. Вот эти крутые мужики идут махаться друг с другом, буквально так, и вот такое очень жесткое мужское описание. Книга Юзифия, напомню так, чтобы потом был ясен контраст. К нему собрались все, к Навуходоносору, все живущие в Нагорной стране, все живущие при Ефрате, Тигре и Дасписе, из сравнины Ореох царь Елимейский. Сошлись очень многие народы в ополчении сынов Хелиуда. Разные народы, которые известны нам, которые не очень нам известны. Ну, то есть, вот собирается огромное войско Навуходоносора. Напомню, что Навуходоносор в книге Даниила подробно описан. Это вот такой образец гордого царя, он там еще заявляет, что Вавилон, я построил великий город, то есть, в общем, называет себя творцом, да, и за это лишается человеческого облика и живет как зверь. Ну, вот он здесь, момент, когда у него вроде человеческий облик есть, а с другой стороны, ну, совершенно такой вот самец, вот, и больше ничего о нем не скажешь, который с другим самцом схлестнулся за территорию. И послал Навуходоносор, царя сирийский, ко всем живущим в Персии, ко всем живущим на Западе, к живущим в Кирике, и Дамаске, Ливане, и Антеливане, ко всем живущим на передней стороне Приморья, это вот как раз уже скорее про Ханаан, про землю Израиля, между народами Кормилы и Галаады, и Верхней Галилеи, и на Великой равнине Ездрилон, ко всем живущим в Самаре, и городах его, и за Иорданом до Иерусалима. Очень подробно описывается уже география не вообще этих империй, там, ассирийской, персидской, или Вавилонской, они занимали более-менее одну и ту же территорию. Но вот уже переходят к географии как раз Святой Земли подробно. и ко всем живущим в Самаре, и городах его, за Иорданом до Иерусалима, и Витании, и Хела, и Кадис, и реки Египетской. Это не Нила, это, видимо, поток, который, пересохающий поток, который отделяет Египет от, собственно, Негева, от части обетованной земли. И Тафна, и Ромесси, во всей земле Гесемской, до входа в Верхний Танис, и Мемфис, а это уже египетские области и города, и ко всем живущим в Египте до входа в пределы Эфиопии. Ну, он собирает войско, он объявляет воинский набор по всей огромной своей империи. Но все обитавшие во всей этой земле презрели слово ассирийского тирану у Ходоносора и не собрались к нему на войну, потому что они не боялись его, но он был для них как один из них. Они отослали от себя его послов ни с чем без чести. Тоже немножко нереальная история, но, во-первых, там Египет, скажем, особо ассирийцам не подчинялся, Вавилония нам, да, ну, у нас тут синтетическая империя, да, а кроме того, в этих империях вообще-то царских послов без чести не отсылали. Ну, могли быть эпизоды, но они заканчивались тут же подавлением мятежа. А вот, смотрите, у нас такая почти карикатура, вот такой могучий правитель, который всюду набирает свои войска, а ему всюду говорят, да ты вообще кто такой, иди отсюда, да? Такая комедийная немножко сцена. Ну, Ходоносор весьма разгневался на всю эту землю и поклялся престолом и царством своим, отомстить всем пределам Киликии, Дамаска и Сирии, мечом своим умертвить всех живущих в земле Муава, сынов Омона и всю Иудеи и всех обитающих в Египте до входа в пределы двух морей. Ну, два моря, очевидно, там Красное море и Средиземное с Египтом связаны, хотя я не знаю точно, что имеется в виду. В общем, всю эту территорию он решил уничтожить. Ну, тоже нереальная история, где он возьмет войско. Понятно, победить одну мятежную область можно, когда против тебя большая часть твоей империи восстала. И в 17-й год он ополчался со своим войском против царя Арфаксады, одолел его в сражении, обратил бегство все войско Арфаксады, всю конницу его и все колесницы его, овладел городами его, дошел до Икбатан, занял укрепление, опустошил улицы города и красоту его обратил в позор. Арфаксада схватил на горах Рогава и пронзив его копьем своим, в тот же день погубил его. Ну, да, тут у нас сирийский царь Навуходоносор побеждает медийского царя Арфаксада, да, я уже сказал об исторической уместности этих эпизодов, ну, в общем, один царь разгромил другого, да, вот эти великие империи без конца дерутся, как мальчишки в детском саду. Потом пошел назад со своими в Ниневию, он и все союзники его, весьма многое множество ратных мужей, там он отдыхал и пировался войском своим 120 дней. Ну, богатырский опус, да, у всех народов бывает богатырский опус, у нас там Илья Муромец, например, да, в других народах тоже там песня Роланде у французов или там Осидио испанцев, великий богатырь, который всех победил, разгромил, имперует он тоже 120 дней, то есть у него и праздники такие великие, огромные. И вот для чего эта глава? Ну, не для того, чтобы историю Древнего Ближнего Востока изучать точно, как мы выяснили. Наверное, чтобы показать, вот смотрите, вот что такое великие империи, что такое вот эта борьба великих людей. Ну, в принципе, это такие альфа-самцы, которые друг с другом дерутся и очень обижаются, когда кто-то не признает их главенство над собой и за это собираются жестоко мстить. Ну, а мы, отсюда следует вывод, мы, израильтяне, мы небольшой народ, у нас таких возможностей нету, как мы в этом все будем выживать. Вот об этом остальная часть книги Юдифи. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,